МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговый информационный выпуск и в начале коротко о главном. В Акаинском районе продолжают благоустраивать сёла и строить социальные объекты. Ход выполнения работ проинспектировал глава региона Кумар Аксакалов. В Петропавловске возобновляются сельскохозяйственные ярмарки. Где уже в эти выходные горожане смогут приобрести продукцию по сниженным ценам, расскажем в выпуске. На первенстве страны по атлетическому четырёхборью юные североказахстанцы завоевали золотые и серебряные медали. О достижениях наших земляков узнаете через несколько минут. Президент Казахстана Касым Жумар Тукаев выступил на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на тему укрепления жизнестойкости с верой в лучшее в интересах возрождения после COVID-19, устойчивого восстановления, удовлетворения потребностей планеты, уважения прав людей и активизации деятельности Организации Объединённых Наций. В своём выступлении глава государства сфокусировался на тройной угрозе, с которой столкнулся мир. Это восстановление после COVID-19, климатический кризис и гуманитарная ситуация в Афганистане. Президент Верховный Главнокомандующий Касым Жумар Тукаев посетил военные учения от Пантау-2021. Оперативно-стратегические командно-штабные учения прошли на полигоне Оймаша. Касым Жумар Тукаев осмотрел передовой пункт управления Генерального штаба, проверил готовность подразделений спецназначения, осмотрел современные образцы вооружения и техники, а также ознакомился с презентацией строительства военного госпиталя в Актау и авиационной инфраструктуры в регионе. Модернизации, обеспечивающие готовность к современным вызовам и угрозам. Активно развиваются силы специальных операций, разведывательные части подразделения специального назначения. Отрабатываются противодиверсионные действия, расширяется применение высокоточного оружия и беспилотных средств. Сегодняшние комплексные учения прошли на фоне серьезного осложнения военно-политической обстановки в нашем регионе. Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел заседание Совета директоров акционерного общества национальный управляющий холдинг «Байтерек». Для сокращения численности дочерних компаний холдинга принято решение о присоединении акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» к акционерному обществу «Аграрная кредитная корпорация». Реорганизация позволит сельскохозтоваропроизводителям получить кредиты по принципу одного окна на базе широкой филиальной сети АПК. При этом будут сохранены действующие условия финансирования субъектов в агропромышленном комплексе. Премьер-министр Аскар Мамин провел переговоры с президентом Европейского банка реконструкции и развития. Стороны обсудили ход практической реализации подписанного в марте рамочного соглашения о партнерстве между правительством Республики Казахстан и банком по расширению сотрудничества, направленного на содействие устойчивому развитию и росту страны. Депутаты Сената приняли закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан. В заключении Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената отмечено, что законопроект разработан в целях реализации национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года и предусматривает внесение поправок в 16 законодательных актов Республики Казахстан. Строительство молочно-товарной фермы, птицефабрики и ремонт врачебной амбулатории – это лишь малая часть преобразований в Акаинском районе. Кроме того, в селе Шагалалэ асфальтируют внутрипоселковые дороги. В разгаре и уборочные работы. Сельскохозяйственная опытная станция старается без потерь собрать картофель. Ход выполнения этих и других работ проинспектировал глава региона Кумар Аксакалов. Подробности прямо сейчас. В селе Киалы Акаинского района в конце 2022 года будет запущена большая молочно-товарная ферма. Пока закладывается первый фундамент. Проект стоимостью 3,7 миллиардов тенге реализует ТО «Гагарином». Они рассчитывают производить 3000 тонн молока в год. Крупнорогатый скот и все оборудование привезут из-за рубежа. Строится молочно-товарная ферма на 632 дойных головы. Ферма состоит из пяти корпусов. Это два коровника по 316 голов, доильный блок, родильное отделение, затем корпус для молодняка и для телят. Крупнейший животноводческий комплекс – еще одно достижение в сфере сельского хозяйства регионом. Кумар Аксакалов отметил, что такие проекты не должны пугать и других представителей АПК. Ведь немалая часть расходов возмещается государством через субсидии. Государство субсидирует оборудование, доильное оборудование на 25%. Потом кормозаготовительную технику государство субсидирует на 50%. Куплено сейчас комбайн, кормозаготовительное. Все это будет компенсироваться, субсидироваться до 50%. И плюс на каждую голову племенного скота, который будет завозиться, 400 тысяч не компенсируется. Окажет Акимат и поддержку в проведении инженерно-коммунальных сетей. Затем глава региона посетил Шагалалинский сельский округ и осмотрел ремонт дорог. В этом поселке планируют асфальтировать 12 улиц, пока их приводят в порядок. По словам руководителя подрядной компании ТО ВТВ ТНШ, все 12 улиц отремонтируют до конца года. На это выделено более 140 миллионов тенге. Здесь же запланирован ремонт врачебной амбулатории. Это здание давно находится в запустении. Вскоре здесь будут вести прием врачи, а также появится дневной стационар. С дневным стационаром, с приемом стоматолога. До этого не было дневного стационара? Условий не было. Не было возможности. Здесь отдельно будет палата женская, отдельно мужская, отдельный процедурный кабинет, отдельный приюльничный кабинет. Благодаря дневному стационару Кумар Гибач до 40% пациентов останутся здесь. Мы не будем их вести в район или в город. Поэтому здесь, в принципе, все возможности. И плюс оборудование. И все оборудование необходимое. Электрик, как Диоров. Планируем мультфозвуковый аппарат поставить и так далее. Еще одна хорошая новость для сельчан – это приезд молодых специалистов. С юга переехали два врача общей практики. Для них идет строительство домов. Им выплатят 2,5 миллионов подъемных. Заработная плата составит порядка 300 тысяч. Также глава региона прокомментировал работу сельскохозяйственной опытной станции. Здесь сейчас идет уборка картофеля. По словам специалистов, урожайность составляет 1935 сентнеров. Переменчивая погода в течение всего лета внесла неудобства для сотрудников станции. Но все-таки они надеются на достойный урожай. Еще одним объектом посещения Кимообласти стала строящаяся птицефабрика в Оролагашском сельском округе. Стоимость проекта – около 5,5 миллиардов тенге. Из них 3 миллиарда получили в качестве льготных кредитов от государства. Планируется реализовать бройлерную продукцию в страны Азии и СНГ. Пока первый товар отправляют на рынки Североказахстанской и Акмолинской областей. В данной территории ведется строительство птицефабрики мощностью 5 тонн мяса бройлеров в год. Ведем в первую очередь. В этом году планируем запуск шести птичников, инкубатория собственного хомикормового завода, убойного цеха мощностью 3000 голов в час. К созданию проекта приветствуется главой региона. Сельское хозяйство области вышло на ступень выше, чем в других регионах. Ту программу большую, которая по сельскому хозяйству, по животноводству развиваем через строительство двух птицефабрик. Вот сегодня фабрика Северный бройлер, она будет производить порядка шести тысяч. Так, шести тысяч. На первоначальном этапе, потом будет увеличение в два раза. Оборудование уже завязано. Наша задача вообще производить до 100 тысяч тонн мяса. Сегодня 60, значит, мы можем до 100 тысяч тонн мяса производить в год. Завершая рабочую поездку, глава региона отметил, что вся работа должна проводиться в соответствии с планом. Под контролем держать каждый потраченный тенге. Наталья Итова, Гульнар Сайлау, Дильнуржанов, Служба новостей. О ситуации с коронавирусом в регионе. За прошедшие сутки в области зарегистрировано 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе КВИ заболели 24 042 жителя. Из них 853 медицинских работника. На данный момент 49 пациентов находятся в тяжелом состоянии. За последние сутки скончался один человек. Всего с начала распространения инфекции от вируса умерло 196 североказахстанцев. Инфекционная больница заполнена на 43%. Здесь проходят лечения 516 человек. К слову, за последние две недели заболеваемость COVID-19 в регионе снизилась на 12% с 1214 до 1062 случаев. С начала регистрации заболеваемости в области случаи КВИ отмечаются во всех возрастных категориях. В Казахстане существует масса программ, которые помогают амбициозным людям встать на ноги и начать свое дело. Одни из них – это программа переселения и продуктивной занятости. Семья Шамуратовых переехала в район имени Габита Мусрепова из Нурсултана и теперь активно участвует в жизни района. Тему продолжит Илья Кудряков. Роза Шамуратова переехала в Североказахстанскую область еще 10 лет назад. Вышла замуж, обосновалась, восхищалась красотами региона. А в 2020 году по обоюдному решению ее мама тоже решила переехать по программе переселения. Семья приехала из Нурсултана, а о своем выборе ничуть не жалеют. Я здесь единственная дочка у мамы и из-за этого она приехала за мной сюда. И как бы через СМИ слышали, что дают дом и можно открыть бизнес свой, поэтому решила и мама переехать сюда и взяла кредит по 6% и микрокредит взяла. Мы на микрокредит взяли стеллажи, холодильники. Благодаря государственной поддержке семья получила новый дом, который они смогут выкупить после 5 лет проживания. А еще смогли начать свой бизнес. Магазин пользуется большим спросом у местного населения. Всего в этом году льготные микрокредиты по программе продуктивной занятости получили 56 человек, а это 244 миллиона тенге. Из 56 получателей 36 – это начинающие предприниматели. Также получателям микрокредитов планируется создание 25 новых рабочих мест. Основные виды, на которые брали микрокредит – это животноводство, растеневодство, торговля, предоставление услуг и другие. Также в текущем году по району 50 человек получили государственные гранты на реализацию новых бизнес-видей на общую сумму 28,5 миллиона тенге. В основном получатели являются из целевых групп населения. Это малоиспеченные, многодетные, переселенцы из трудоизбыточных регионов, инвалиды. В рамках государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства «Инбек» в 2021 году в район переселили 45 семей из трудоизбыточных регионов страны. Илья Кудряков, Рейнбек Бегужаев, Служба новостей. В Петропавловске возобновятся сельскохозяйственные ярмарки. Уже в эту субботу с 9 утра продукцию городских производителей и районов области можно будет приобрести по сниженным ценам. Североказахстанцев ожидает широкий ассортимент – более 100 наименований. Ярмарка пройдет в двух микрорайонах областного центра. На улице Жумабаева все желающие смогут купить продукты питания – овощи, мясную и колбасную, молочную, рыбную продукцию, мед и продукты пчеловодства. Торговые ряды будут развернуты и в рабочем поселке. По улице Космонавтов 7 будет продаваться сено, солома, твердые корма. Цены будут ниже рыночных на 10-15%. Ввиду того, что на протяжении полтора года уже проходят ограничительные меры, из-за этого не проводили ярмарки и с этого года ярмарки возобновляются. И надеемся, что так и будем продолжать. Безопасность детей на дорогах. В Петропавловске актеры театра «Кукол» вместе с патрульными полицейскими разъясняют школьникам младших классов правила дорожного движения. Знакомы ли с ними учащиеся средней школы номер 2, узнаем из нашего следующего материала. Добрый персонаж детской поэмы Сергея Михалкова «Дядя Стёба» приехал в Петропавловскую школу разъяснить правила дорожного движения. Актеры театра «Кукол» подключились к разъяснительной работе, которую полицейские проводят во всех учебных заведениях в начале учебного года в рамках республиканской акции «Внимание, дети». Наша задача – привлечь внимание детей по соблюдению правил дорожного движения, так как сейчас ученики возвращаются самостоятельно домой, не нарушать правила дорожного движения. Сегодня мы пригласили аниматоров с областного театра «Кукол», которые в игровой форме доводят правила дорожного движения, разъясняют им о недопустимости данных нарушений, чтобы вели себя безопасно. Урок безопасности актеры театра «Кукол» провели в школе номер два. Учащиеся начального звена отвечали на вопросы гостей, связанные с правилами поведения на дорогах. Персонажи, олицетворяющие светофор, рассказали, как нужно переходить дорогу, посмотреть направо-налево, убедиться в безопасности необходимо и на пешеходных переходах. Закрепить полученные знания помог дядя Степа. Школьники с удовольствием сфотографировались с великаном. Очень интересно, особенно желтый, красный, зеленый. Мне все понравились. Я знаю о том, что нельзя переходить дорогу на красный свет. Можно переходить дорогу только на зеленый свет. А по пешеходному переходу на зебре нужно сначала смотреть по сторонам влево, вправо, а только потом уже идти. В североказахстанской области с начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибло трое детей. 28 несовершеннолетних пострадало. Эти тревожные факты вызывают обеспокоенность сотрудников полиции. Не случайно поэтому усилена работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Анастасия Дроняк при содействии департамента полиции Североказахстанской области. Крупный ущерб причинил неизвестный преступник жительницы города Петропавловск. Позвонив, он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил женщине, якобы кто-то пытается оформить на ее имя кредит. Со слов потерпевшей, преступник был убедителен, свободно оперировал банковскими терминами. Он убедил горожанку, будто нужно взять другой кредит на 2 миллиона тенге. Затем предложил перевести эти деньги на резервный счет. Вскоре он последовал новый звонок. Злоумышленник заявил, что теперь на женщину пытаются взять кредит в другом банке. Эта схема повторилась несколько раз. Выполняя инструкции злоумышленника, потерпевшая в итоге взяла кредиты на сумму свыше 8,5 миллионов тенге в пяти банках. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований. По части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан Мошенничества ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Всего с начала года в области зарегистрировано 499 интернет-мошенничеств. На сегодняшний день самым распространенным видом преступления является интернет-мошенничество. Звонок из банка, широко распространенный прием интернет-мошенничества. Преступники убеждают людей взять кредит и перевести средства на предложенный счет. Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, необходимо помнить, банковские работники никогда не делают подобных звонков. Они не могут понаставить на том, чтобы клиент выполнял какие-либо финансовые операции. Если у вас есть сомнения в сохранности счетов, звоните в банк по официальному номеру телефона, либо лично приходите в филиал. Осужденные женской колонии Петропавловска увлеклись флористикой. Цветочные композиции они делают и всего, что растет в местной теплице. Кроме букетов здесь можно увидеть и интересные панно. О творчестве, помогающем скоротать срок, за колючей проволокой расскажет моя коллега. Остре Петуньи. Для создания этой композиции у Айзады Тулегеновой ушло несколько часов. Для того, чтобы букет простоял долго, его помещают в цветочный грунт. Новое хобби позволяет скрасить привычные будни в исправительном учреждении. Поскольку у меня само по себе землеустроительное образование, и, как говорится, земля и озеленение – это неотъемлемое участие друг от друга, я в первую очередь, не знаю, я загорелась, загорелась в этой профессии, чтобы как-то изменить свое направление деятельности, может быть, в жизни. А также я проживаю в частном секторе. Ну, хотя бы с той целью, чтобы вокруг дома навести красоту. В промышленной зоне настоящего учреждения находится тепличное помещение, где выращиваются различные растения. Мы туда ходим в течение полудня, производим максимальную работу. Наводят цветочную красоту в исправительном учреждении 15 осужденных. Факультет ландшафтный дизайн в колонии начал работу в начале месяца. Начинающим флористам отвели отдельную комнату для занятий. Цветочному искусству их обучает педагог одного из колледжей областного центра. Курс проводится 10 месяцев. После они получают государственного образца сертификат, где уже полноценными будут специалистами. Вот когда мы сюда пришли, им очень нравится. Во-первых, озеленение для женщины уже знакомое, что они работают. Цветы, земля, кто любит работать, кто любит природу. Многие из осужденных до заключения проживали в частном секторе. После освобождения они планируют и дальше развивать свои навыки во флористике. Анастасия Дроняк, Раимбек Бегужаев, Служба новостей. Золотые и серебряные медали привезли юные спортсмены из Северного Казахстана. Первенство страны по атлетическому четырехборью среди детей 2008 года рождения и моложе завершено. Юноши и девушки из Петропавловска заняли второе общекомандное место. Подробности в сюжете. Несколько дней длилась упорная борьба за призовые места. 12 детей, 6 мальчиков и 6 девочек представляли северный регион страны. Первенство проходило в Караганде. Участие приняли 9 команд со всего Казахстана. В общем зачете земляки заняли второе место. В личном девочки забрали золото, мальчики серебро. Готовились по-разному. Кто три года, кто четыре уже тренируется. Ну, в принципе, все достойно выступили. Могли лучше. Улыбками, цветами и овациями встречают своих детей и родители. На протяжении нескольких лет они являлись свидетелями всех взлетов и падений, а также самых первых шагов в спорте. К слову, это первые выездные соревнования юных североказахстанцев. На республиканских соревнованиях по легкой атлетике, по легкоатлетическому многоборью участвовала моя дочь, Быченко Оля. Все девочки едут с медалями и мальчики тоже. Хочу сказать огромное спасибо тренерам за поддержку, за их работу, за их труд, потому что детки с огромным удовольствием ходят на тренировки, занимаются. По словам самих спортсменов, они уверены в своих силах и намеренно ехали за победой. Занимаюсь легкой атлетикой уже три года. Это были мои первые выездные соревнования. Я ехала победить и победила. К слову, тренеры и команда довольны собственными результатами и уже начинают готовиться к следующим соревнованиям. Мадина Нуркина, Раимбек Бегужаев, Служба новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.